Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 октября и наконец-то я занесла свой пышущий огород на балконе, который растет и не хочет еще прекращать свой рост, занесла домой. Вот смотрите, сколько еще и цветочков, и вот зачатков, бутончиков на перцах. Я хочу, чтобы он дал мне как можно больше урожая и чтобы семена у меня, вот этих всех красивых горшечных, вот этих острых перцев, вызрели полноценно, чтобы они были схожими. Тут у меня, короче, ну вы уже видели, я вот гном, оранжевый гном рассказывала, вот про этот я еще не рассказывала, тоже удивительный декоративный такой острый перец, орликина, мне прислала женщина одна, очень так, мне очень понравился. На будущий год буду садить его как декоративный в огороде, прям в кашпо закапывать в грунт, чтобы он летом огород украшал, а потом выкапывать домой, заносить очень много перчинок. Сначала фиолетовые они, потом на снимке увидите, буду рассказывать о нем подробно. И первый раз в жизни выращивала колокольчик, тоже мне прислали несколько зрительниц, прислали мне семена, за что большое-большое спасибо. Но с колокольчиком у меня нынче не все получилось, он у меня не вызрел на улице и не вызрел, сформировался, но не вызрел в теплице вместе с другими перцами. Но только потом я узнала, я сразу не прочитала информацию, всегда всем говорю, изучайте характеристики сорта. Оказывается, его нужно высаживать, сеять раньше всех, потому что он очень теплолюбивый, у него длительный вегетационный период. И вот для того, чтобы он весь вызрел, видите, вот там еще есть зеленый, вот эти вот колокольчики, я занесла его сюда, и семена я с него не буду собирать, я буду ждать, когда он совсем-совсем вызреет, поспеет. И вот это такое украшение в доме, это вообще не надо никаких цветов. Вот видите, вот этот вот первый, который сформировавшийся, он уже, вероятно, вызрел, он такой, делается такой, ну как морщинистый. Я его могу уже сорвать, а остальные еще нет, они еще вот благоухают у меня тут. Ну и что хочу сказать, что это, конечно, не весь у меня огород на балконе. Огород на балконе нынче вырос у меня шикарный, вот вообще ничего я с ним не делала, сильно не ухаживала, на него никто не вредит или никто не покушался, даже не обрабатывала ни разу. Это, конечно, здесь не все, я показываю одну полочку. Занесла еще помидорку, еще там сладкий перец, который тоже выращивала Винни-Пух, он тоже дал хороший урожай. Но хочу показать вам еще один перец. Видите, вот эти, это специально предназначенные для горшков, для кашпо, как бы комнатные такие карликовые перцы. Но также можно вырастить в огороде на балконе и простой острый перец. Вот видите, вот этот вот кустик, у меня он тоже в ведре посажен. Смотрите, какой дал он урожай. Это вот острый перец, который просто должен был расти в огороде, на грядке. Но я его посадила на пробу в кашпо, чтобы, ну как, дать совет людям не голословно, которые хотят дома вырастить острый перец крупный, а чтобы сказать, да, я выращивала, я знаю. Вот теперь я знаю, что можно вырастить обыкновенный перец. Вот это у меня вихрь острый, не декоративный, не горшечный. Просто высаживаете, сеете простой перец острый, высаживаете. Вот у меня в ведре в 10-литровом он. Видите, какой ствол здоровый, толстый толщиной с палец. Смотрите, сколько перчин. А какие они красивые, какие они декоративные. Они еще зеленые вовсю. И они еще будут, наверное, расти. Сейчас я их немножко подкормлю какими-нибудь гуминовыми раствором каких-нибудь биопрепаратов. И все, будут дальше расти. Они даже не желтеют, несмотря на то, что уже, ну как, вторая декада октября подходит к концу. И вот про острые перцы, конечно, у меня было очень мало времени для их описания. И все томаты, томаты. Но тут мне написала одна зрительница, Ирина Сысоева, чтобы я сделала обзор именно острых перцев. Какой из них очень острый, какой слабо острый. Вот, например, вихрь, он везде написано, что он не жгучий, а именно слабо острый. Для тех, кто не может очень острые перцы употреблять, вот именно вот такой перец подойдет. Я, конечно, сделаю обзор острых перцев чуть попозже. Я вот три дня последних подряд с утра до вечера сидела за компьютерами и только отвечала, отвечала на сообщения. Около тысячи еще у меня неотвеченных писем, пробка сформировалась, потому что люди пишут там и заказы, и просто, и поздравления с днем рождения еще до сих пор не открытые лежат. Мне же было некогда. И я вот сейчас сижу за компьютерами, отвечаю, отвечаю на письма. Потом я тихо, спокойно сяду и буду делать обзоры и острых перцев, и на все вопросы отвечать, какие вас интересуют. И оказывается, вот читаю уже комментарии, вот про эти листья, век живи, век учись. Мне прислались в Северной Осетии, комментарий пришел, что можно делать вот с листьев перца какой-то очень вкусный, острый перец чива. Сейчас прочитаю, я даже написала, чивдз, ну не могу даже название выговорить. Виктор Чернов прислал комментарий, что не выбрасывайте листья перца, можно делать очень хороший этот соус. Так что может быть еще будем зимой делать острый соус с листьев перца. Вот это мой огород на балконе. Те, у кого нет участков, или те, у кого даже есть участки, но хотят с собой забрать некоторые свои экземпляры. Пожалуйста, я вот весной нынче показывала, я и помидорку принесла с собой, которая будет плодоносить у меня сейчас ноябрь, декабрь. Принесла острые перцы, принесла сладкие перцы. Все можно вырастить летом в огороде, у кого есть участок, осенью занести домой и ползимы любоваться. Но до Нового года они точно вырастут, прорастут. А у тех, у кого нет участка, прям сам Бог велел, вырастить на балконе все эти прекрасные вот такие вот растения. Потом занести в дом и опять же всю зиму любоваться. Ну и конечно кушать. Как бы ни были они красивы, первая, самая главная цель, ради которой мы все это делаем, это конечно нужно их употреблять в еду. Это наше здоровье, это наша красота, сила. То, что мы рвем с грядки и сразу употребляем, самая полезная еда, самая вкусная. До свидания.